Что ж, дорогие друзья, с Новым Годом! Это первый обзор в чудесном Новом Году, вот, и я хочу, чтобы вы немножко оценили мое чувство юмора. Чтобы вы понимали, сейчас я здесь на студии нахожусь не один, сейчас здесь находится еще помимо меня 4 человека. Три из них переболели коронавирусом, и у них нету ни запаха, ни вкуса. Поэтому, когда я выбирал, на что сделать первый обзор в Новом Году, я выбрал доставку, которая называется «Вкус есть». Да, вот настолько у меня дерьмовое чувство юмора. К сожалению, этот обзор не проплачен. Давайте посмотрим, что же они привезут. Там есть качапури, шашлыки, борщи, в общем, что-то дофига стандартное. Ну и, чтобы вы понимали, этот обзор снимается уже 6 января, то есть все работают, все дела, сейчас не час пик, еда уже вот здесь стоит, сейчас 6 часов вечера, но еда уже приехала. Все, давайте посмотрим на еду, на новую еду в новом 2021 году. Олег, проснись. Новый год уже прошел. Куда прошел? Ну вот. Что? Как его встречи, так его и проведешь. А если хочешь, чтобы спонсоров было куча классных в новом году, лучше представь нашего постоянного спонсора, мобильную игру «Викинги». «Викинги? Огромное спасибо «Викингам» за спонсирование моего канала в прошедшем году. Было плодотворненько». Разрабы, кстати, подвели итоги года. За предыдущий год игроки провели более трех миллионов штурмов. Народ, вы там спите вообще. Вы все прекрасно знаете, что такое «Викинги» и многие мои подписчики уже давно гаммуют в эту прекрасную РПГшку на своих мобилах. Но не только лишь все в курсе, что «Викинги» встретили 2021 год масштабным апдейтом. Врата в Хельхейм открылись, и мир мертвых с уникальными трофеями уже ждет бесстрашных ярлов. Исследуешь подземелье – получаешь награды. Ну и без призов никуда. Кому-нибудь из вас задарили на Новый год айфончик, айпад или какой-нибудь макбук? Сомневаюсь, что многим, потому что вообще, в принципе, их под Новый год практически все раскупили. А «Викинги» дарят такие клевые призы каждый месяц. Главные призы такие – айфон 12 про, айпад про и клавиатура к нему, и новенький макбук про. Все прошлое. Чтобы получить айфон, нужно быть одним из тех, кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца января. А вот айпад с клавиатурой или макбук про получат те ярлы, которые дойдут до самого высокого уровня до конца января среди остальных участников. Чего вы ждете? И игра затягивает, и айфоны дарят, и апдейты регулярные не дают заскучать. Качаем по ссылочке в описании. А вот такой вот чудесный пакетик. Тут стоит чек, чек, в смысле чек, на котором чек, чек, что приехало. А вот вам фотография. У меня есть моя хорошая подруга Маша, которая привозит мне разного рода еду, вот эти вот доставки. И она каждый раз, когда еда приезжает прямо к ней, измеряет температуру для того, чтобы обзор был достаточно… Да, я пытаюсь быть объективным. Понятное дело, что еще 10-15 минут еда едет до меня в термосумке. У нас есть термосумка. Но, когда еда приезжает к ней, она всегда измеряет температуру. И температура вот такая. 43 градуса на самом теплом контейнере и 30 градусов вот здесь, где пицца и хачапури. Торопиться уже некуда, к сожалению. То есть там абсолютно холодная пицца и абсолютно холодная хачапури по-аджарски. И, как вы видите на фотографии, это холодным приехало уже к нам, даже на наш, собственно, адрес. Это на самом деле печально. Если кому интересно, курьер был абсолютно без термосумки. Заказываем через Яндекс.Еду, но курьер самого как бы ресторана. Ихний курьер, грубо говоря, ихний. Я буду говорить ихний, чтобы всех бесить неправильно говорить. И он был без термосумки. Возможно, он оставил где-то ее в автомобиле, но к квартире он подошел без термосумки. Обещали привезти за час, справились за час двадцать. Бог с ним. Давайте я начну с хачапури по-аджарски и с пиццы. Потому что торопиться уже некуда, но чтобы оно не раскисало там еще больше, я начну с них. Пицца эта дешевая. Она должна весить 410 грамм за 355 рублей. То есть это реально прям дешевая холодная пицца. Мало где можно купить пиццу за 355 рублей. Серега, сколько там? 500. Вот не 400, а 500. Но она уже немного размокла внизу из-за того, что... Я не знаю, оно было когда-то горячим или нет. Потому что щуп, воткнутый в хачапури по-аджарски, показал по приезду 30 градусов, когда оно подоехало до нас. Пепперони. Немножко раскисшие, немножко поплывшие, дешевая полукилограммовая пицца. Пробуем. Дешевенькие пепперони. Не самый дешевый, но дешевый. Сыр. Сказать, что тут тянется, конечно, здесь ничего не тянется. В соус вроде как добавили базилик. Но в целом это, конечно, очень-очень дешевая пицца, ни о чем. Сколько сейчас стоит, на самом деле, нормальная пицца? Ну да. А это 350, да? Не, у меня вкус есть. У меня вкус есть. Давайте по тесто. Относительно вкусненькое тесто. Посредственного уровня, очень дешевая, тоненькая пицца. Я бы хотел попинать, ну серьезно, 350 рублей. Это полкило теста и каких-то пеппероник за 350 рублей. Ну, с голодухи этим можно наесться. Но уровень этой пиццы такой, что я бы сюда прикладывал чесночный соус, который прикладывают к шаверме. И знаете, к пиццам аппликациям. Было бы вкуснее. Следующий у нас это хачапури по-аджарски. 300 грамм за 380 рублей. Абсолютно холодная штуковина. Мне кажется, она холоднее, чем у нас здесь сейчас. Да, у нас здесь явно больше 22 градусов. Полностью остывшая. Но интересный вопрос. Когда-нибудь эта штука была вкусной или нет? Просто у меня пиццевое тесто. Такое же тесто, как и на пицце. Сыр. Я просто даже не знаю, как здесь. Совсем немного сыра. То есть вот. То-то около сулугуневое. Такое типа. Эх. Брынза сулугуни замешана. Совсем немного сыра. Под свернутый от температуры желток. Который не течет. И который после этого абсолютно остыл. Эх. Хачапури стоит 380 рублей. На самом деле сейчас хачапури бывает за 480. Продают за 500. То есть тоже дешевое, отстойненькое хачапури. Но самое, конечно, фиговое, что оно холодное. И я не уверен, что оно когда-нибудь было вообще пышным. Потому что оно от холода уже осело. Я еще раз говорю, это не наша вина. Оно приехало уже 30-ти градусное. То есть холодное. Меньше температуры тела. Ну а давайте, может здесь что-то есть горячее. Давайте я специально, обожаю специально для вас вот так все открывать и показывать. Чтобы вы видели, как в пакете обстоит дело. Кусочек сала с хлебом вижу. Салат, который должен быть холодный, стоит на горячем. Собирал этот пакет явно не очень умный человек. Потому что он не знает, что тепло от горячих блюд, которые вот в термопакете, оно идет наверх. И что холодное блюдо, типа салата. Вот посмотрите, это сало, оно, видите, блестит. Кусочки сала. А почему сало блестит от нагрева? А потому что не должно оно блестеть от нагрева. Потому что не надо его ставить сверху на горячие блюда. Я вот не понимаю. Я как бы год за годом, год за годом повторяю одно и то же. Сметана стоит на горячем блюде. И оно теплое, народ. Холодная сметанка, которая не должна сворачиваться, она теплая. И стоит она на горячем блюде. Понимаете, комплектация вот такая. Просто вот такая. Одна салфеточка, одна ложечка. Также на горячем блюде стояли огурцы, которые должны быть холодными. Я не понимаю. Для этого нужно быть гением. То есть сколько нужно классов образования или высшего образования, чтобы знать. Тепло идет вверх. Пар от чая идет вверх. Надо же. Когда вы кипятите воду, куда идет пар? Он идет вверх, а не вниз. Почему? Потому что тепло распространяется наверх. Зачем ставить холодные блюда на теплые? Я не знаю. А я точнее знаю. Потому что всем насрать. Ладно. Измерим температуру хоть борща. И, наверное, с него и начнем. Борщ. О, вот. Лу-3-48. Борщ теплый в фольге. Здесь не докопаешься. Эти блюда тоже тепленькие. Ай, как я обещал. Начнем с борща. 300 грамм борща должно стоить 350 рублей. Здесь все норм. Даже без учета сметаны и всякого остального. Впрочем, 350 рублей за борщ это нормально так. Распаковываем. Чесночина, хлебушек. Не поджаренный, судя по всему. Но это уже респект. То есть кусочки черного хлеба с салом к борщу прикладывают люди, которые понимают, как надо есть борщ. Это уважение. Так, давайте я добавлю сюда сметаны. А, сначала мясо. Ну, это маленькая порция борща. Нормальная порция борща это пол-литра на самом деле. Но кусочки мяса там есть. Давайте я возьму кусочек сала. Положу сюда. Откушу. Ну, сало нагрелось. Ну, оно потекло. Ну, видите, сало. Оно блестит, оно нагрелось от холодных блюд. Ну, нахрен так делать? Ну, издеваетесь, что ли? Попробуем борщ. Так. Мягкая говядина. Нажористый вкусный борщ. Вкусно. То есть, в принципе, если бы сало с хлебом не нагрелось от горячих блюд, то это был бы, знаете, там 8 из 10. Порция маленькая. Но это вкусный, хороший борщ. И кусок хлеба со вкусным, ну, тут оно было бы вкусным сало. Но оно даже и так вкусное. Такое нежное, тающее во рту, похоже на украинское генеральское сало. Без мерзкого привкуса, не кастрированного хряка. Грубо говоря, большая чесночина. Короче, это более чем съедобно. Следующая позиция у нас к борщу тоже отлично подходит. Это, друзья мои, драники. Ну и, конечно же, эти драники никто не положил в салфетки, никто не проложил бумагой. Само собой, это горячие драники, которые лежат в контейнере, мокром от влаги, с каплями. Прекрасно. За 235 рублей мы получаем 160 грамм. Короче, покатит. Ладно. Но, к сожалению, драники эти, во-первых, не дожаренные, во-вторых, размокшие. То есть, драники так приехать не могут, потому что контейнер прохладный, драники горячие. Ах, ладно, пробуем. В принципе, тот человек, который сидит у них на кухне, то есть повар, он, безусловно, умеет готовить. Драники вкусные. Я обычно, когда делаю себе драники, я делаю более мелкую натерку. Здесь все потерто на крупной такой терке. Но, это хорошие, вкусные, без запаха вонючей муки какой-то драники. Это хорошо. Но, если повар умеет готовить, повар умеет жарить драники, и умеет варить борщ, то тот, кто все это дело упаковывает, у него, короче, руки из... Ему, короче, ноги надо... Короче, нехороший человек. Дальше у нас идет говяжий шашлык. Ну, к нему идет вот еще огурчик, нагретый, тепленький, и 5 кусков шашлыка, причем достаточно здоровых. Но, если убрать овощи, то это будет около 200 грамм. И вот тут уже, здесь не цена борща, здесь не цена пиццы. Это стоит 700 рублей, почти 700 рублей. Сделано это или мариновалось, или пожарено с розмарином, и, к сожалению, к сожалению, видимо, человек не понимает, что такое замариновать, а потом маринад удалить. Вот это, друзья мои, просто сгоревший нахрен розмарин. То есть, жарили, просто замариновав, и прям жарили с кусками розмарина сверху, который горел. И вот здесь прям обуглившийся. То есть, видимо, человек не понимает, что концепция, что листья чего угодно, сено любое, розмарин, тимьян, базилик, он сгорит сверху. То есть, эти листья, они сгорели. То есть, нужно мариновать с ними, они отдают аромат. А я не повар, у меня нет поварского образования, но чисто логически. Ты их крошишь, они отдают аромат, потом ты их встряхиваешь и жаришь. Не могу сказать, что это какая-то ультрамраморная говядина, но похоже на вырезку. К сожалению, она велдановая абсолютно. Последний раз хороший шашлык я ел в мамалыге, в рестике. Там они его сувидят, судя по всему, в градусах до 58, а потом быстро жарят. И он внутри сочный, а снаружи с корочкой. Сделано это, я не знаю, судя по всему, это сделано на углях, либо это сделано на газу, и просто розмарин сгорел. Но вроде на углях. Не ультрамягко, но эта вырезка, она съедобная. И это вкусненько. Несмотря на подгоревший сверху розмарин. Но за 700 рублей слабо. Для понимания, в той же пресловутой гинзе шашлык и стеленка стоит столько же, 690 рублей. Тут, по-моему, 695, да? То есть, тут дороже на 5 рублей. И при этом, эта цена в ресторане, на дощечке, на шампуре, с лавашом, с лучком, прохладным помидорчиком нарезанным. В ресторане, где тебе принесут все это, тебя будут обслуживать, ты будешь сидеть через Wi-Fi на белых простынях с стеклянными стаканами. И там это совсем мягкое мясо. То есть, совсем мраморная, чойсовская, даже не селектовская, чойсовская вырезка. И она прям вах, прям вах, понимаете? А здесь это просто хороший кусок говядинки, правда, на нем розмарин подгорел к хренам, и овощи теплые от другого блюда. А стоит, блин, столько же. Поэтому, смотрите сами. Ну и вот тоже блюдо, которое было запаковано тщательнее всего. Это, друзья мои, Сибас. Сибас стоит 710 рублей. Должен весить 290 грамм. Ну, даже если мы удалим лимон, покатит, короче. Вот такая вот рыбина. Так. Малюсенький Сибас, поджаренный на решетке. Пробуем. Честно говорю, ну Сибас и Сибас. И, я не знаю, это соус не к нему шел? Ладно, я буду считать, что этот соус идет к нему. Вкусный паприковый из перемолотых перцев. По-моему, с базиликом. Чутка острый соус. Кстати, очень вкусно. Буду считать, что он шел к Сибасу. Хотя на фотке не было. Сибасик. Ну, ладно. Загриленный Сибасик. Вкусный. Даже не самый маленький. А то иногда, знаете, вообще килька какая-то продается за 1000 рублей. Но все равно за эти деньги, за 800 рублей, я бы приложил сюда там лаваш, чабату, какие-то соусы, может немного овощей. Потому что это странно, что малюсенькой рыбкой за 800 рублей и наесться ей невозможно. Серьезно, наесться этим невозможно. Здесь не так, чтобы очень много мяса. И последнее блюдо у нас это салат из телятины. Выглядит он салт с телятины. Выглядит он как супер дешевый цезарь, если честно. И эта штуковина стоит 415 рублей. Это либо самый дешевый пармезан. Нет, вообще, по-моему, не пармезан. Народ, я скажу так, это просто очень дешево выглядит. Это выглядит как один из самых дешевых цезарей. Знаете, типа, черри, грубо нарезанные куски вот этой капусты бледной. Просто пекинская капуста. Соус на основе мазика это просто как будто мазик с лимонным соком. Немного сушеных, копченых вот этих томатов и кустки розбифа. Но не понимаю, что они хотели создать. То есть розбиф вкусный и в сочетании с вялеными томатами и каперсами оно вкусное. Причем здесь сыр. Причем здесь вот эта пекинская капуста. Фиг его знает. Непонятно. И выглядит, конечно, хотя розбиф мягенький, выглядит очень дешево. Это тот случай, когда половина успеха это, наверное, упаковка. Ну и салатик такой. Народ, смотрите, если бы это приехало в большой какой-нибудь круглой упаковочке, да, слоем была бы там карпаччо такой из говядины, салат накидан как-то сверху и не салат такой, а руккола, да, и пармезан был бы нормальный и потерт не так вот, как просто сыр, а такими, знаете, как когда овощечисткой, тонкими слайсами натирают, это бы смотрелось в три раза дороже. А так это похоже на супер дешевый цезарь, где непонятно, как с этим майонезом все это перемешивать. Несколько кусочков этого розбифа, самый, самый дешевый салат, недорогой какой-то сыр, и это масиком залито. Из ресторанности там немного вяленых томатов и несколько каперсов. Короче, заведение вкус есть, можно отнести к тем заведениям, которые, ладно, я скажу так, они неопределившиеся. Вы дорогое место или дешевое? У вас шашлык стоит, как в гинзе, 700 рублей. Почему у вас пицца стоит 350? Вы дорогое место или дешевое? Почему у вас идет, у вас есть блюдо с сибасом, с дорогой рыбкой сибас, но при этом у вас там на шашлыке сожжет, пепперони самые дешевые? Почему у вас цена шашлыка, как в гинзе, но при этом на нем горелый розмарин? Понимаете? Почему у вас хачапури по-аджарски выглядит, как бэушный? Понимаете? Почему нету нормальных термоупаковок? Почему ваши люди не могут приложить нормальную комплектацию, те, кто собирают, и не могут поставить холодные блюда вниз? И при этом повар, который готовил борщ, красавчик. Я не знаю, может это один человек, там один человек может готовит и собирает, что вряд ли. Но тот, кто готовит борщ, хорошие громовки борща. Не громовки, в плане, что он много весит, он маленький, но вкусно сделано. Тот, кто жарил драмники, их неплохо жарил, но упаковывать, они, то есть, непонятно, люди не определились, они кто, они что? У них дорогая упаковка или дешевая? У них все-таки они жарят сибасов или у них пицца студенческая за 350 рублей с говна и палок? Непонятное место. Что-то вкусненькое, что-то странное. Покупать, не покупать, заказывать у них или нет, я не знаю, но это прям очень слабо. Именно не потому, что, как бы, вроде и дорого, а вроде и пицца за 350 рублей. Почему так фиг его знает? Я бы им посоветовал реально определиться. То есть, наша тема, мы торгуем едой с доставкой для богатых людей. Мы закупаем все красивое или все сбалансить и все по пицце за 350 рублей. Самые дешевые цезари, шашлыки там из говна и палок и всякое такое. Но все за 3 рубля. Но тогда, например, сделайте борщ, чтобы он был полулитровый, чтобы я хотя бы наесться мог. А то как-то, как это, типа, малюсенький борщ, самая дешевая пицца, но к борщу идет черный хлеб, сальца и чесночинка. Как в ресторане. И хачапури, блин, где... Ай, ладно. Неопределившееся место, в общем. С вами был славный дружиобломов. Кушайте... Где? Кушайте много. Кушайте вкусно. И, народ, серьезно, я знаю, многие удивляются, почему у меня руки вот такие. Я выпустил видосик отдельный на канале Муха не сидела про своих сахарных посумов, которые царапают мои руки. Можете сходить на канал Муха не сидела и посмотреть. Вот. Всем пока.